Песня Господи, ты опять собрал нас вновь твоих, благодарим тебя. Благословите занятия, не дай уклониться не направленно лево от ищенного понимания божественных слов твоих. Прибудь с нами, сохрани нас в любви и согласии. Хвала тебе, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам святого апостола Павла, 15 глава, 10 по 12 стихи. И еще сказано. Возвеселитесь, язычники, с народом его. И еще. Валите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исайя также говорит. Будет корень Иисеев, превосстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут. Полкование. А призванных из язычников опять убеждает не надмиваться, показывая, что они более обязаны Богу, как получившие большую милость. Ибо они, не будучи народом, соединены с народом. Слова «Буду славить тебя между язычниками» сказаны от лица Христова вместо слов «Проповедую тебя, Отче в народах». А слова «Будет корень Иисеев» сказаны вместо «От корня Иисеева вырастет тот, кто восстанет владеть народами», то есть Христос. Вопросы? Ну вот, вчера был праздник, крещение Господне. И мы в городе Барнауле ходили на реку От, где народ приходил и купался в проруби. И вот в интернете задают вопросы, языческий это обряд или откуда это пошло в ледяной воде купаться. Но сейчас мы говорим о язычниках, то есть мы должны быть единомысленны. И такая версия, что на самом деле это был обряд языческий в проруби. Ну а потом, чтобы христианство как-то приблизить или показать, что это христианский обряд, сделали вот такое воспоминание крещения Господня. И слова Антонию Великому я прочитал в интернете приписывают, или правда ли он сказал, что если кто в крещение Господне не окунется, да будет отлучен на 40 дней. А кто будет проповедовать, что не нужно окунаться в того, отлучать от церкви. Вот даже такое в интернете будет. Кто желает ответить на, высказаться по этому тему, по тему языческих обрядов и обрядов по Русской Православной Церкви, где произошло смешение, как нам быть единомысленными, чтобы не было раздоров, и чтобы восторжествовала истина, и нужно ли вообще эту тему мастеровать и обсуждать. Есть желающие? Ну, священники-то раз делают, а купили, что-то они, знаете, думают про это, раз они так делают, священники занимаются? То есть, раз священники занимаются, значит, они про это продумали все, сверили со Словом Божиим, значит, все это так и надо делать. Ваше мнение таково. Понятно? Спасибо. У кого другое мнение? А вот епископ Ифтихий Курочкин приводит 4 довода того, что он против крещенских купаний. И на основе священного Писания все это подтверждает историческими фактами, Словом Божиим. Игнает Ихович. А что тут говорит? Тут ни одного вопроса нету согласно Слову Божию. Ну, сказали они Антония, а приписывают Афанасию Александрийскому. Если он говорит об отлучении, отлучение падает на него в Таразаконе 19.19. Говорил ли он это? Нигде не доказано. Несчастье говорил. А напима ему. Галатам 1 глава 8-9 стих. Чего нет в Библии? О том, зачем рассуждать, златоуст говорит. А почему? Церковь, которые церковники, они этим думают привлечь людей к себе. А люди идут пачками, уходят сектанты, мусульмане. А как привлечь? Жизнь своей святой. Идут, скажи ты, я посмотрел, ну, народ-то видит, какие они толстые, пузатые идут. Никакие ризы не скроют. Как там Нургалеев, министр внутренних дел, сумел разогнать пузатых милиционеров-то? И сдал закон. И слово пузатый ввел прямо в приказ. Я никогда раньше не встречал. А сегодня при мне это, и служить-то мало останется кого. А чего безделье? Если бы они ходили и свидетельствовали, это дело было бы как следует. А раз не идут никуда, на одном месте стоят, не проповедуют. Поэтому народ и уходит. А чего он будет народ-то? Они ничем не могут привлечь. Один идет, кадила гремит. Чего она гремит-то? Кадила-то кадить надо, кадить. Дым, чтобы шел. А они на что ставятся там? Ну, три ножки. Они сделали их пустотелами, заложили туда погремушки, шарики. Идет и гремит. Вот сегодня мы выставили это в Барнауле. Ну, где они видели-то? Патриарх говорит, это погремушки-то какое отношение имеют? Он о жезлах говорил. Ну, а какая разница-то? Погремушки гремит конкретно-то кадила. И оно тут не нужно. По улице идут. А там включили музыку бесовскую. Ты не слышишь, что и священник говорит. Нельзя этого не видеть. Никакого отношения к крещению Христа, Господа нашего, это не имеет. Купаться можно каждый день. А если вода холодная, ты можешь простыть. Вот это и причина главная. Христос-то крестился не здесь, а в Иордане. А который на севере, в Ледевитом океане. Ну, просто глупости православные, как всегдашние, юродство. Так, еще вопросы? Так, идем тогда дальше. Все понятно. Вопрос можно, Сергей? Вот, вы сказали, что у Василия Великого что-то, есть какие-то тексты, да? Афанасия Великого приписывают текст, что, ну, кто в день крещения не погрузится, то будет отлучен на 40 дней. Ну, и там дальше другие говорят, что это вроде как неправда. Они ему не принадлежали. Я поискал в трудах Афанасия Великого, не нашел. И кто-то тоже говорит, там этого абзаца нету. То есть это выдумка, поповская, видать, какая-то, для того, чтобы привлечь народ. Рекламная акция такая, приходите в храмы, покупайте свечки. Создаются миссионерские отделы, которые вместо того, чтобы проповедовать Христа, организуют вот такие вот рекламные акции. Ну, народ-то, мы видели этот народ. Он не между в законе. Ничего не спроси, никто ничего не знает, зачем. Ну, пришли купаться, купаться. Зачем пришел купаться? Зачем купаться? Он самым глазами хлопает, не знает, зачем ему это надо. Здоровье на весь год. То есть лозунг вот этих вот людей. Жить, грешить и не болеть. И попой этому потворствует. Жить, грешить и не болеть. А как не болеть? А пришел, взял воды, выпил, выздоровел, опять дальше греши. Грехи на исповеди сдал и пошел опять. Чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. А об избавлении-то от грехов никто ничего не говорит. Он один и тот же грех. На каждой исповеди повторяет и повторяет. И болеет, потому что тот, кто недостойно прочищает, то многие больные, немало умирают. Ну, а заболел у нас, это лекарство есть, святая вода. Главное, живи во грехе и пользуйся нашими услугами. И побольше денег в храм пронеси. Вот, и кайся, кайся, не забывай, кайся. Ну, и поговорка пошла. Не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, деньги в храм не принесешь. Деньги в храм не принесешь, поп без оплаты останется. Без оплаты останется, пузо уйдет. И все, и они держатся за свою кормушку. А кто чем против говорит, они как лютые волки нападают, начинают травить. Ты сектант, ты. Кстати, сектанты там стояли, там по воде раздавали новые заветы. Никто к ним ничего не это. Но они, правда, уже после... После крестного хода, когда уже вся эта братья ушла, все. Там до смеха дошло Игоря Дыбунова, чуть не смели. Они идут, а он заговорился с кем-то тоже, со священником. Их не видит, они прямо идут. Закричали, Игорь, берегись. Прям в последний момент, как будто его как чуть машиной, не затоптали его там, бедного чуть-то. Вот и не просто так затоптать, но однако. Так, идем дальше. Сейчас вопросов нет. Римлянам, 15 глава, 13 стих. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира во вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Молит, чтобы верующие из Иудеев исполнились радости, ибо они печалились от укоризма, а верующие из язычников исполнились мира, ибо они являлись враждующими против придерживающихся законов. Лучше сказать, молит, чтобы те и другие исполнились радости и мира. Как же сделать это? Верой. А вера какое благо доставляет нам? Богатство надеждой. Ибо кто верит будущим благам и остается доволен настоящими, тот богат надеждой. То есть ожидает будущих благ и переносит все временные бедствия. А какое благо доставляет нам упование? Приобретение силы Духа Святого, которое соделает упование наше крепчайшим. Ибо упование с одной стороны доставляет нам силу Духа Святого, а с другой становится в нас от Духа Святого крепче. Вот о надежде давайте порассуждаем. Учитантов просто, ты спасен, они просто, ты спасенный. То есть считают себя спасенными. Надежды у них нету. Сатана отнял их надежду. То есть они настолько уверены в своем спасении, что... А здесь нас апостол призывает, чтобы мы обогатились надеждой. Надеждой на обещание будущих благ. То есть мы надеемся, мы спасены в надежде. И мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение, а не допускать себе Духа обольщения. Раз спасены, значит дела не нужны. Я верю, а зачем дела? Все, Бог меня принял, я же уверовал. Уверовал, а живет во грехах. То есть это ложная такая вера бесовская. Главное, Бог в душе. В церковь ходить не надо, попы не нужны. Пошли, пошли, пошли наворачивать. А от чего все это? От незнания, толкования Священного Писания. И от нежелания знать. А нам Дух Святой так открыл. Ну а блаженному филакту, что не Святой Дух открыл? Ты почитай, да сравни. Твое понимание и как Он понимал. И поисследуй себя, верен ли ты. Все. Вникая в себя и в учения, в себя и в учения. Не занимайся с ним постоянно. Ибо так спасешь слушающих тебя и себя самого в первую очередь. Вникать глубоко нужно. Вникать и сравнивать. И очень серьезно к этому подходить. Вопросы? Ты смотри сам, как хочешь. Бега, не бега. Нет вопросов. Игнать Тихонич, желаете, что-то... Привед. Аминь. Римлянам, 15 глава, 14 стих. И сам я уверен в вас, а о вас, просите, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Так, толкование. Высказав выше много жесткого, врачует, наконец, нанесенные раны. Не сказал, слышал, но... И сам я уверен, который вас обличал и обвинял, что и вы полны благости, то есть благомыслия и братолюбия, а может быть, называет благостью полноту добродетели. Не сказал так же, имеете благость, но полны, поскольку же нет никакой пользы в том, чтобы иметь только благость, между тем не знать, как пользоваться и присовокупил, и можете наставлять друг друга. Не только научиться, но более научить других. Ну вот и Златоуст об этом говорит. Сам я не успею, что вы все возложили на меня, на священников. Начинайте учить сами. То есть, какими-то знаниями человек уже обладает, он имеет полное право назидать и наставлять других. Мужья, жен, жены, детей. А так, я, говорит, один ничего не успею. И здесь нам тоже апостол Павел в этом же. И говорит, он уверен, уверен. Но прежде чем, конечно, кого-то начинать учить, нужно самому учиться. Выпить моря, чтобы из тебя потекли реки. Самому долго учиться нужно. Вот в храм заходишь перед крещением, катехизация. Сколько мы с Никитой? То ли полтора часа, то ли два с половиной часа. Никит, не помнишь? Заходили. Не с Володей вы заходили. Объявление. Два с половиной часа. Что за два с половиной часа можно познать? Все человек верующий, крещеный. А дальше нет никого 0,3% из крещеных посещают храмы. А из этих 0,3% еще и неизвестно. То есть брак сплошной. Один брак и... Вопросы? Римлянам 15.15. Но писал вам, братья, с некоторую смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати. Толкование. Римляне пользовались уважением и были весьма надменны. Поэтому врачует их, когда говорит, писал с некоторую смелостью. Ибо словом этим сильно сокрушает их. Но и этим не удовольствовался, а присовокупил отчасти. То есть, несколько и вкратце. Потом не как поучающий, но как бы в напоминание. То есть, слегка напоминаю. Римлянам 15.16 стих. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Толкование. Сообщая речи своей смиренный, то он говорит, я не сам восхитил себе честь, но Бог повелел мне это, отделив меня для этого, не потому, чтобы я был достоин, но по благодати. На что же дана мне благодать? Даля, выделенные слова, подчеркнуто жирным шрифтом. Чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. Поэтому, не вините меня за то, что я говорю к вам. Вещенство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. А кто осмелится обвинять священника, приближающего нож к тому, что избрано в жертву? И комментарий Игнатий Кончалапкин на вот эти слова выделены. И постараемся вообразить себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился бы такой архиерей или священник, который на первое место в своей деятельности поставил бы проповедь Евангелия. И стал бы называть себя не служителем алтаря, а священником Евангелия. И стал бы повторять вот эти слова и в храму, и по домам, и повсюду. Опять цитата повторяется. Чтобы мне быть служителем и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Как бы вот так было там. Священники, да? Редко такое встретишь. Такого служаку, решившегося собой пожертвовать ради Евангелия, немедленно архиерей вызывает на ковер. Потому что соответствовать этим словам священник должен от многого, что совершается ныне в храме, отказаться. Или стать крестить, как попало и кого попало. Или стать допускать до причастия любого с улицы. И отпевание совершать только над теми, которые были неповинны перед канонами и Евангелием. То есть своих прихожан. Такого сразу постараются задушить, запретить. Притом совершенно необоснованно. А он будет повторять. Я обещался Богу, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия. Поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. Комментарий закончен. Вопросы. Кто не согласен с комментарием? Что-то изменилось? Это служители как Христа, апостолы тогда они должны быть? Как апостолы, служители Христа? Ну, должны быть как апостолы, служители Христа. Так должны или не должны? Должны. А почему такое не происходит? Или видели вы такого священника, мальчика, который бы строго по Евангелию проповедовал? И ратовал за то, чтобы его паства знала Евангелие и толкование. Проводил бы занятия. Я не знаю. Не знаете? Кто может похвастаться знанием такого священника? Есть среди нас такие? Ну, это вы вот проповедуете Евангелие. Я не священник. Я даже не мечтет. Гробовая тишина. К сожалению. Геннадий Тихонович. Я уже откомментировал. Мой комментарий-то прошел впереди. Надо молиться, чтобы такие архиереи были священники. Просто молиться. И беседовать с ними. У меня был в жизни такой опыт. Я стал говорить. Едва священника покаялись. Один из них игумен. А они вышли к народу. И стали приносить покаяние. Чтобы мы, говорит, недостойны даже называться христианами. Не то, чтобы быть у вас священниками. Господь их так коснулся. Что сразу же объявили, что прищищать во время Великого Поста никого не будут. Только на последней неделе. И чтобы все принесли свои тетрадки, где написано, как лечить. И показывает две большие кучи папки, какие принесли люди. Приход большой был. И только на последней неделе стали исповедовать, когда сожгли все эти книги, как апостол Павел пишет в 16 главе «Деяния апостолов». То есть Лука пишет. Вот как будет. Надо вымолить у Бога таких священников. Я могу их называть по фамилии, в каком городе. Ну, не каждому это и надо. Да, это Бог. Римлянам 15 глава 17 стих. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Толкование. Я написал к вам не для того, чтобы вместе с другими народами и вы спасались. И чтобы таким образом приношение язычников было совершенно благоприятно от того, что все приносят Богу плоды. Далее цитата. «Освящено Духом Святым, то есть духовной жизнью, ибо освящает не одна вера, но и жизнь. Правда, уверовав и крестившись, мы получили Духа. Но если не будем и жить духовно, то благодать Духа угостит». Смиряет гордость римлян, дабы они не почитали низким иметь учителем того, с большой буквы, кто приводит к Богу все народы. Так как перед этим весьма унизил себя, то теперь опять возвышает слово, чтобы не почли его презренным и говорит «Я хвалюсь не самим собой и не попечениями своими, но благодатью Христовой». В чем же хвалюсь? В том, что относится к Богу. То есть не маловажными какими-нибудь вещами, но духовными. Пожалуйста, вопросы, если возьмите. Игнат Тихонович, добавите что-то по хвальбону. Нет, апостол Павел уже сказал впереди, а тут я только что дал комментарий, оно сюда же и включается. А в чем хвалюсь? То, что это к Богу относится. Более всех потрудился, более всех претерпел. Какие награды сегодня придумали? Сорковные какие-то железки дарят. Раны, раны за Христа принятые. Вот высшая награда. И апостол Павел об этом говорит и хвалится. И я бы не перенес это, что в жизни мне Бог дал, говорит. Если бы не благодать Божия. Но сегодня это сказать никак нельзя. Хоть я тысячу раз буду уповать на Бога, все равно скажут, а ты хвалился. Поэтому говорит-то боязно. Римлянам 15, глава 18-19 стих. «Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благо висплавания Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Толкование. «Поскольку, сказала себе, я служитель Евангелия у всех народов, то присовокупляет, я не хвастаю и не чванюсь чем-либо, чего я не сделал. Я даже не делал, но делал Христос, пользуясь мной как орудием. Извлекаю ли я что, говоря и любомудрство о небесном, делаю ли что, проводя жизнь по Боге, совершаю ли чудеса, все это принадлежит Христу». А между знамением и чудом есть различие. Знамением называется то, что совершается сообразно с природой, только необыкновенным образом. Таково внезапное исцеление тещи Петра больной горячкой. Здесь исцеление горячки есть дело, сообразное с природой. Но оно совершилось необыкновенным образом. Как только коснулся Христос, горячка прошла. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. «А чудо есть действие, совершаемое над тем, что бывает несообразно с природой. Таково исцеление человека слепого от рождения». Читаем в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 1-7 стих. «Поскольку же знамения и чудеса бывают и силой бесов, то присовокупил силою Духа Божия». Здесь показывается также достоинство Духа, который может делать истинные знамения и чудеса. На это есть свидетельство и в Священном Писании, и у святых отцов Церкви. Так Господь говорит, «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пристить, если возможно, и избранных». В этом читаем в Евангелии от Матфея, 24-24, Марка, 13-12. «Святой апостол Павел пишет об Антихристе, что его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами». Второй Фессалимкинсом 2-9. То же самое говорят об Антихристе и его слугах, святые отцы Церкви, святой Ефрем Сивин, слово 39-ое, святой Кирилл Иерусалимский, огласительное слово 15, святой Иоанн Златоуст, беседа на 2-е послание к Фессалимкинсам, святой Андрей Кисарийский, комментарии на Иоанн Апокалипсис, что ли. «Но чудеса равно, как и знамения, совершаемые иногда силой бесов, суть чудеса и знамения не истинные, а ложные, обманчивые, призрачные, мечтательные, а не действительные». Поэтому читаем 2-й Фессалимкинсов 2-9. И далее перечисляем. Они будут читать. «Святой Иериней». «Святой Иериней», «Святой Ипполит», «Ефрем Хирин», «Кирилл Иерусалимский», «Многие святые об этом говорят», «Григорий». «Двоеслов». «Двоеслов». Иоанн Дамаскин, «Кточное изложение правды и веры». «Как отличать такие обольщения сатаны от чудес истинных, действительных, совершаемых силой Божией?» Об этом можно читать и во «Введении в православное богословие» «Епископа Макария», страница 64-66, 1852 год. «Хочешь ли говорить, иметь доказательства на то, о чем я говорю?» «Вот множество учеников моих от Иерусалима даже до Иллирика, что составляет границы нынешней Болгарии». «Не сказал же, я проповедал, но распространил благовествование, дабы показать, что слово его было не бесплодно, но действенно. Когда же слышишь от Иерусалима до Иллирика, не думай, что апостол ходил прямой и большой дорогой. И о крестности говорит, то есть я обошел народы с проповедью и к северу, и к югу». И комментарий на слова блаженного Филакта распространил благовествование и обошел народы с проповедью и к северу и к югу. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. «Если бы сегодня все от мала до велика полюбили Библию и понесли ее в народ, заявляя о себе, я служитель Евангелия, то что бы мы увидели уже через год? Не может быть, чтобы евангельское семя не дало всходы и не появились первые оглашенные. Наказание священнослужителей должно касаться только за нарушение Слова Божия. И архиерей, наказывающий подчиненного, должен говорить, «Не могу поступить иначе, я служитель Евангелия, ты, пастырь, не проповедуешь народу, а всю свою деятельность ограничил богослужением. Ты не можешь сказать, я служитель Евангелия. Ты не оглашаешь людей проповедью Христовой. Ты сам должен сказать, что ты не служитель Евангелия. Или ты уйдешь совсем, или всей своей жизнью подтвердишь и скажешь, «Я служитель Евангелия». Если бы архиерей так рассудил и очистил свое воинство, оставив служителей Евангелия, а не поваров, то это и было бы той ценной лептой, которая принесла бы похвалу от Господа». Попробую очистить это воинство. Не так-то это и легко на самом деле. Хотя... Вопросы? Комментарии? Дополнение. Идем дальше. Римлянам 15 глава, 20 стих. При том, я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании толкование. Я не только благовествовал этим и стольким народам и обратил их, но и не ходил к тем людям, которым возвещено уже было имя Христово. Так я далек от того, чтобы подчинять себе чужих учеников и делать это для собственной славы. «Поэтому и написал я к вам не из желания снискать у вас славу, но потому, что исполняю свое служение». Чужим основанием называют учения апостолов не потому, что они были чужды ему и не потому, что они проповедовали иное, но по отношению к награде, потому, что награда за их труды была чужда для Павла, не принадлежала ему. Вопросы? Все понятно. Игнать Тихонич, дополните. А вот тут сейчас будет комментарий. Пятнадцатая глава, послание к Римлянам, двадцать первый стих. Но как написано, не имевшие о нем известия, увидят и не слышавшие узнают. Толкованин. Здесь показывает исполнившееся пророчество. И далее выделенные слова, на которые был сейчас небольшой комментарий. «А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел?» Тому предстоит много труда и пота. И комментарий. «В России все заросло тернием от незнания Слова Божия. Без проповеди Евангелия все труды пастырей могут окончиться ничем. Бог ценит только тот труд, на какой Он посылает человека, а не тот, который человек сам придумал, думая этим угодить Богу. «Проповедь Слова Божия требует огромного труда, смирения, послушания Слову Божию». И еще раз повторяется этот цитат обложенного чехолата. «А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел?» «Тому предстоит много труда и пота». «Вопросы?» «Идем дальше, Игнатика?» «Да». «Там опять будет комментарий». «Римлянам 15.22». «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Толкование. В начале настоящего послания сказал, встречал препятствия даже до ныне. В первой главе читаем 13 стих. А здесь представляет саму причину, которая препятствовала ему прийти к ним. «Я, говорит, повсюду ходил с проповедью, и потому встречал много препятствий. То есть я часто намеревался и желал прийти к вам, но всегда встречал препятствия». Комментарий. «Все передвижения в своих апостольских командировках апостол предпринимал по велению Духа Святого. И он повсюду ходил с проповедью. Ни Новый Завет, ни церковные предания не сохранили нам известия о том, что апостолы, приходя куда-либо, начинали встречу с народом через богослужение. Почему? Только потому, что они были под водительством Духа Святого. И Дух Святой не послал их совершать богослужения и требы, а послал их на проповедь. 1 Коринфянам 1, 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать вне премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И поэтому апостол Павел, как и прочие апостолы, повсюду ходил с проповедью. А для этого ему не требовалось ни храмов, ни колоколов, ни одеяний, ни богослужебных книг. Все это придет намного позже и смело вытеснит проповедь, вытеснит то единственное, что поставлено Христом во главу угла для всех его верных учеников, чтобы они повсюду ходили с проповедью. Великой силой проповеди они сокрушили все языческие божества и капища. Силой евангельской проповеди они пробились к умам и сердцам Европы, Азии и Африки, потому что они повсюду ходили с проповедью. Только евангельская проповедь в Духе Святом с полным отвержением самого себя может оживить и нашу Россию, может сокрушить все ереси и заблуждения, все напластования, нововведения, проникшие в церковь. Необходимо молить господина Жатвы, чтобы в православной церкви наконец-то появились духовные, рожденные свыше пастыри, и чтобы они повсюду ходили с проповедью. Что? Скажем, аминь. Вопросы? Идем дальше. Идем дальше. Римлян, 15 глава, 23 и 24 стихи. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя от счастья. Толкование. Я встречал препятствия, потому что желал проповедовать. Ныне же пишу к вам и иду к вам, потому что нет уже мне дела в этих странах, а не по другой какой-либо причине. И желание, например, снискать у вас славу. Далее. Дабы не сказали ему, возвещаешь... Посещаешь! Нас кое-как... Посещаешь! Попроси. Да-да-да. Далее. Дабы не сказали ему, посещаешь нас кое-как, потому что у тебя нет уже там дела, присовокупляй. Я имею желание к тому с давних лет. Это-то желание и спешу исполнить. Но дабы они опять не надлились, вообразив, что он имеет желание прийти к нам, как высшим всех прочих, прибавляет. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. А дабы опять не сказали, что он хочет только мимоходом быть у нас, присовокупил. А вы проводите меня туда. То есть вы сами, увидев необходимость, побуждающий меня отправиться к тем народам, проводите меня. Так что я посещу вас не из презрения к вам, но по необходимости. Поскольку же и это оскорбительно для них, то успокаивает их, говоря, наслажусь общением с вами, хотя от счастья. Этим показывает, что желает видеть их из любви к ним, и при том сильной, почему не сказал, увижу, но наслажусь, подражая тому, как родители говорят к детям. Сказал, отчасти. То есть, сколько бы времени не пробовал у вас, никогда не насыщусь, никогда не наскучит мне общение с вами, поэтому я доволен буду, если от счастья наслажусь общением с вами. Вопросы? Идем дальше. Римлянам 15, 25, 26. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Толкование. Выше дал обещание прийти к ним, между тем ему нужно было еще промедлить, поэтому, дабы не подумали, что смеется над ними, высказывая причину, по которой медленно говорит, иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Не сказал, неся с собой милостыню, но, чтобы послужить, дабы узнали мы, как высоко, кем совершается, и как важно это. Через это ущевает еще римлян к милостям, ибо, когда говорит, Македония и Ахая усердствуют, и так далее, полагает в них ревность подражать им. Слово усердствует употреблено вместо захотели, признали за благо послать некоторое подаяние. Так, то есть подаянием называют милостыню везде, как прибыль общую, и дающих, и принимающих. Сказал, некоторые вместо малое, дабы не показалось римлянам, будто укоряет их, как скупых и нещедрых. Святым сказал, то есть верным, так что они достойны сугубого сожаления. Во-первых, по нищете, а во-вторых, по добродетели. Вопросы? Тихонич, что-то добавить не надо ли? Нет. Просто отдал все, и мне нечего больше положить. Римлянам 15 глава, 27 стих. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделали с участниками, вы в духовном, то должны им послужить и в телесном. Толкование. Столк, говорит, ничего нет нового, если бы они захотели сделать подаяние святым. Они, должники их. Каким образом? Христос происходит от иудеев, пришел для них. А то ли апостолы, пророки, все блага. Но причастницей всего этого сделалась Вселенная. Следовательно, обратившиеся из язычников должны уделять им свои телесные блага. Точно так же и вы. не сказал же допустить до участия, но, которых не я один, простите, но послужить. Он представил их как бы яконами. Не сказал так же телесном своем. Ибо о духовных благах сказал, что они принадлежат иудеям. А благо телесные принадлежат не одним язычникам, потому, что мнение общее всем, а не одних владителей. Вопросы? Римлянам 15-28. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию. Толкование. То есть, как бы положив царские сокровищницы как неприступное и безопасное место, ибо таково запечатываемое, сказав, вот, показывая с этим, что подающие милостыни получают от того большую прибыль. Опять упоминает об Испании, показывая тем, что путь его туда необходим для него и что он пройдет Рим не из презрения к ним. Римлянам 15-29. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Толкованием. То есть, увижу вас благоискусными во всех благах евангельских. Ибо полным благословением, благовествованием называет все блага достойные благословения, то есть похвалы сообразной Евангелией. Но можно разуметь под благословением и милостыню, дабы была такая мысль «Найду вас совершенными в милостыне и человеколюбии». Говорит же это предваряя их, дабы устыдившись похвал, постарались явиться таковыми. авансом как бы их хвалят и когда придет уже, то надеялся от них получить тоже милость и помощь материальную. Римлянам 15 глава 30 стих «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу». Толкование «Никогда не почитает себя достойным веры, но представляет посредников. Так и теперь указывает на Христа и Духа. Но об Отце не упомянул, дабы ты узнал, что когда упоминает об одном Отце, то не исключает Сына и Духа. Сказал же любовью Духа, потому что как Отец и Сын возлюбили мир, так и Дух. показывает величайшее смиренно мудрее, когда говорит, что имеет нужду в молитве их. Вопросы? Ребята, 15-31. «Чтобы избавиться мне от неверующих выудеев и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Толкование. «Не сказал, чтобы вступить в состязания и победить их, но чтобы избавиться, исполняя божественный закон, повелевающий молиться о том, чтобы не впасть в искушение». Матфея 26-41. Вместе с этим показывает и то, что необходимо делать подаяние тем, которые живут среди стольких неверующих, об избавлении от которых и сам молится, и при том находятся в опасности погибнуть от голода, то есть, чтобы приняли подаяние с добрым расположением. Отсюда же видно, что подаяние милостыней недостаточно для того, чтобы она была принята. Когда кто подает по необходимости вот неправды для тщеславия, то все погибает и плод того уничтожается. Вопросы? По вопросу о том, что давать тут что добавлять-то? Если было бы из чего добавить. Я просто каждый раз говорю, установил Господь даже десятину и то начинает да это в Ветхом Завете да вот ну сегодня ты можешь говорить, даже много наговорить. Ну разве ты не считал, что продавали все и клали к ногам апостолов имения целиком. Когда все было общее к этому то Бог не призывает а просто рассказал Павел как это было. Ты отдавай и будешь иметь благословение и на душе радость. и сегодня включи вот это место в стране революция будет. А зачем даешь? Есть люди которые приходят на работу а имение есть. Он говорит я буду делать бесплатно в церковной среде. Его сразу же вызывает архиерей это мне лично говорили. И говорит ты можешь делать как угодно отдавай все но деньги получи потому что это сразу дает соблазн. Он говорит я буду делать петь в хоре буду но денег получать не буду хоре это платное и это не приветствуется вот так мы далеко ушли от того о чем пишется здесь что тут добавить добавь свою жизнь туда добавь свой карман молча чтобы левый карман не знал что в правом 1532 дабы мне в радости если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами толкование я говорит потому молюсь об избавлении оттуда чтобы поскорее увидеть вас и при том с удовольствием не навлекши там себе никакой скорби не сказал научить вас наставить в вере но успокоиться то есть вы оживитесь учением моим а я оживлюсь приращением вашей веры выражением этим показывает что и он и они как подвязающиеся и трудящиеся имеют нужду в отдыхе римлянам 15 глава 33 стих бог же мира забудет со всеми вами аминь толкованием присовокупляет к увещанию молитву всегдашней обычай апостола по милости может 15 главу закончили вопросы час у нас прошел теперь можно вопросы задавать какие у кого накопились за это время не по теме есть вопросы если вопросов нет тогда продолжаем дальше послание к римлянам 16 глава 1 стих секунду итак римлянам 16 глава 1 стих представляю вам как сестру нашу диканису церкви кенхрейской торкованием настоящее послание доставлено римлянам фива потому и знакомит их с нею высказывает свое уважение к ней и тем что помянул о ней на первом месте и тем что назвал ее сестрой это великое достоинство и тем что показал ее должность наименовав ее диканисой вопросы все понятно идем дальше римлянам 16 2 глава примите ее для господа как прилично святым и помогите ей в чем она будет иметь нужду у вас ибо она была помощницей многим и вне самому толкования то есть то есть для господа окажите честь принимающей для господа и незначительного человека оказывает честь господу афива была святая следовательно тем более ей надлежало оказать честь поэтому присовокупил как прилично святым то есть как следует принимать святых то есть снабдите чем можете подайте руку помощи ибо не сказал удовлетворяйте всем ее нуждам сначала похвалил потом в середине поместил увещание и наконец снова поставил похвалу окружая с обеих сторон увещание свое оказать ей честь ибо она говорит была помощницей многим даже мне самому вселенскому проповеднику претерпевшему столько страданий вопрос вопрос узнать что-то добавить поэтому присовокупил как приличный святым он относит к пиве но здесь видится больше как приличный святым вы так поступаете как святые а как приличный святым об этом и речи не идет как самого себя любить вот здесь больше на это надо почему-то то ли упущено или что вы ее примите как приличный святым ведите себя как христиане настоящие это еще так за каждую копейку трясетесь что интересно вот учение двенадцати апостолов ну по-разному к нему относятся некоторые относят его происхождение ко второму веку но там определяет так приходит человек живет один день это пророк а если живет два дня или три там указывает гоните его это лже пророк если просит хлеба дайте это пророк если просит денег гоните его это лже пророк вот ну это не каноническо а покрым считается но однако интересно как решали по каким качествам да временам шестнадцатая глава третий стих приветствуйте прескил и акил сотрудников моих во христе иисусе толкование они говорит помогали мне слове и учение и разделяли со мной труды и опасности некоторые полагали что сотрудники эти были помощниками Павла в делании палаток иония восемнадцать три применам шестнадцать четыре которые голову свою полагали за мою душу которых не я один благодарю но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь толкование они были совершенными мучениками ибо при Нероне были бесчисленные опасности здесь намекает на странолюбие их и дабы не подумали что говорит из лести представляет и других многих свидетелей так они были добродетельны что все домашние их сделали верными ибо наименовал их церковью так наименовал их из-за странолюбия ибо церковью называется тот дом в котором находится примерное благочестие и добродетель ведущие брачную жизнь пусть поймут что брачный союз не служит для них препятствием и добродетели римлянам 16 5 приветствуйте возлюбленного моего эпинета который есть начаток ахайи для христа толкование великое дело быть возлюбленным павла который умел любить с разбором и не даром называет эпинета начатком или потому что он первый уверовал став началом и дверью к вере для всего народа или потому что показал себе большее благочестие почему и сказано который есть начаток для Христа то есть не в мирских вещах но в том что относится ко Христу временам 16 6 приветствуйте Мариан которая много потрудилась для нас толкование украшает женщину трудами за истину Мариан говорит трудилась бодрствовала молилась не для себя только но и что важнее исполняла должность и вместо нас апостолов как же говорит а учить жене не позволяю 1 Тимофею 2.12 запрещает ей не учить словом но занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении а домашнее обучение весьма ободряет таким образом жена учит мужа своего 1 Коринфянам 7.16 и детей 1 Тимофею 2.15 и прескила наставила Аполлосов в вере деяния 18.26 не сказал же многому учила но много трудилась дабы показать что Мария служила снабжением деньгами и другими способами и комментарий на слова домашнее обучение весьма ободряет вне богослужебные собрания и занятия по слову Божию это то без чего не созидалась ни одна община и этого у православных сегодня практически нигде нет Библия домашнее обучение весьма одобряет вопросов 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 а если некому скажем учить кроме женщины женщина достаточно образованная имеет там докторскую степень философскую и вот она ведет у нас занятия как бы она лучше она знает Евангелие знает еще как бы скажем идея ну вообще лучше Библию знает она читала разве возбранимо ей читать и учить но она как бы не учит а рассказывает нам повествует неужели ни один мужчина не возревновал что как так женщина больше меня знает и не попытался ее подсидеть не возревновал потому что невозможно подсидеть там знания такие что особо не возревнуешь и причем она это делает не как бы с любовью это делает любовью да без без какого-то назидания еще чего-то и отношение к ней такое как бы ну почтительное скажем можно я немного скажу я хотел сказать вот почему как раз здесь говорится о занятиях вот занятия они как раз и выявляют мудрых тех кто знает слово Божье а для этого нужно чтобы допустим кто-то даже крестился ну истина ему нужно пройти оглашение для этого человек должен полностью прочитать Библию это даже об этом даже разговоров нет а ты таким спокойным тоном вот она Библию прочитала да у нас Библию братья читают под десятки раз уже я про себя могу сказать я 22 раза прочитал Библию но это не делает тебя умнее и добрее понимаешь я могу подождать ты хотя бы Марину поменять ты хотя бы имя свое поменять только тебе Марина обращаться надо брат ты или сестра кто ты никакого добра ты еще подожди не понимаешь ты только ты если Библию не читал ты про себя говори про себя говори от меня это мое мнение скажешь который не знает Библию это просто позор если ты не знаешь Библию такой уже седой человек посмотри на тебя вы одинаковые по возрасту практически и ты не знаешь Библию и рассказываешь там о какой-то небылице о какой-то профессорше которая прочитала Библию да не прочитал ты не просто должен прочитать Библию а с толкованием не только блаженного фефилакта еще и Анна Златоуста и то что я тебе говорю это истина и другого не будет а то что ты мне говоришь это я все знаю ну и хорошо это не добавляет тебе только доброты и любови понимаешь ты агрессивен ты за этим последи за собой а потом уже назидай толку от того что ты прочитал 20 раз это никакого я вижу потому что православие в тебе тоже как бы оно мимо пролетает православие это любовь а в ней эта любовь есть я это вижу что она любит искреннего того сущность ту человеческую которую Бог дал а не эта начитанность какая псевдофарисейская которую ты проповедуешь давайте деканисы это ведь тоже были деканисы почему гнать их надо почему их не гнали деканис женщины были тоже помощницы были деканисы в церкви жена учила нет она не в церкви она не в церкви а где на дому да конечно конечно нет в том что другое дело ну может быть брат думает что потому что у нас были случаи выходили в московскую патриархию я конкретно там много раз женщины преподавали именно брат ну я не совсем так что я не знал что она не в церкви я просто к тому что ну Седина в городу без в ребро это понятно но с таким оплом вам рассказывать что не знает библию человек ну тогда прочитайте сначала вы на занятиях по изучению библии присутствуйте так я для этого присутствую вы должны из-под копыт рвать сейчас знания то есть то что написано в книге вы давно должны были прочитать это мы сейчас читаем даже не саму библию а читаем с толкованием уже и комментарии еще тут вдобавок ко всему это такой слоеный пирог знаний библейских православных а вы еще не прочитали даже библию но уже все знаете я не сказал этого что я знаю все но вы же меня уже осуждаете я вас это вы осуждаете вы вы насуждаете своим непримирением тому что вы считаете что вы постигли все начинаете уже думать да я ничего не думаю я как раз не знаю и пришел к этому чтобы это познать я не думаю что все знают эту библию невозможно познать каждый раз читаешь и каждый раз по-новому открываешь а ты уже все познал ну слава осанна тебе ну зачем ты вот сам себе противоречишь как это не знаю ты есть и раз мне надоело их уже слушать и туда потому вы отличили обои продолжаем так ну вопрос ты конечно зада братья давайте перепалку прощайте у меня блокируем обои сказал разреши пожалуйста подрешаю ян златоуз говорит так когда мужчина теряет власть то есть недостойное поведение выпивоха какой кафедру занимает жена на днях мне именно вот этими словами написали может быть Валерий писал а мужчина говорит муж ее находится в этом же помещении и сидит ждет когда она закончит чтобы домой уйти вместе потому что заканчивается уже занятие похоже в потемках и спрашивает ладно ладно и спрашивает ладно какая-то майер там бегает проповедует по радио я говорю давайте прочитаем немножко 8 мест писания просто мы склонимся перед Богом книга исход 15-20 кто если интересуется этой темой женской проповедью посмотрите вот мы допустим считаем первое послание к коринфянам апостол Павел говорит ревнуйте о том чтобы пророчествовать в храме пророчествовать я желаю чтобы все пророчествовали ну а кто пророчествовать у Пилиппа было 3 дочери пророчицы а пророчицы не молчали пророчицы говорили ну говорили и здесь говорит и взяла Мариям пророчица сестра Аарона в руку своей тимпан ну по нашему что сказать тимпан это как бубенцы гремят и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием это Дух Святой нам развещает и воспела Мариям перед ними давайте прочитаем что она сказала а это она сказала помещение здорово но она сказала даже шире и сказала пойте Господу ибо высоко превознесся он коня и всадника его вернул в море песня короткая как будто бы а сколько здесь а почему не мужчины пели нам вопросы задавать не надо мы считаем как есть неосудительно бывает так Бог заграждает уста мужчинам чтобы показать как высока жена так вот апостолы это проповедники а Мария Магдалина называется апостол для апостолов и как говорит ее житие она тиверию императору проповедовала вот мы говорим самарянка о житиях святых говорится Фатина то есть Светлана и как она проповедовала весь город привела а мы ходим в пятером в десятером и ни одного человека привезти не можем привели одного полупьяного я никого не осуждаю просто как говорю как бывает так еще читаем книга судей четвертая глава четвертый стих в то время была судьей Израиля Девора пророчица жена Лапидофова она была настолько сильная что без нее военачальник Жукова призвали и посылают по тогдашнему он говорит не пойду если Девора не пойдет она говорит пойду тогда награда будет не тебе четырежней героя не будешь да пошли они с героями главное чтобы победа была над Гитлером ну тогда я пойду она пошла ее присутствие сразила врагов она раз пророчица была она не вождь народа была считаем четвертый царь 22-14 и пошел Хилкия священник священник и Ахикам и Ахбор и Шафан и Асайя колдами пророчицы жене Шалума сына Тиквы сына Хархаса хранителя одежд жила же она в Иерусалиме во второй части и говорили с нею не указывается чтобы вот столько перечислено было у пророков кого-то или я Фосфетюанин больше ничего не написано а чем он был сын ну говорится только так в предании еврейском а здесь перечисляется сколько и где жила в городе в каком месте с какой целью я не знаю но знаю что как Златоуз говорит ни одного слова зряшного здесь нет надо бы знать что во второй части там было в Иерусалиме и что нашли единственный экземпляр Библии Ветхого Завета то есть нашли когда деньги выгребать стали куда люди набросали то ну видно что кончилось так еврей копался то там залез в ящик то копал свиток нашел вот фильм Еремия когда начинается когда на свиток то нашли как они там светили как бежали и здесь а что это не знают а как же не знаем то мы да кто же мы такие то тут и священник Хелкия был это не просто Хелкия священник первосвященник и посылают пророчица а что она скажет как говорится иерозину в рот слушают но каждое слово постарались исполнить и пошел Хелкия и те которые от царя 22 стих 34 главы 2 параллель поминон колдане пророчице жене Шалума сына Тавгеггафа сына Хасры хранителя одежды опять же повторило это они пошли а мы прочитаем дальше как относились к ним дальше Ниемия 6 14 помяни Боже мой Товею и Санавалата по всем делам их а также пророчицу Нуадию и прочих пророков которые хотели устрашить меня то есть вот такие есть пророчицы которые устрашают предводителя народа Божия и они большую власть имеют и женщины возбудили народ вот апостол то есть и евангелист Лука об этом пишет жена они возбудили почетная женщина написано Исайя 8 3 и приступил я к пророчице и она защила то есть переспал с нею и родила сына и сказал мне Господь нареки ему имя самое длинное имя в Библии Магер Шалал Хаш Бас ну спешит грабеж ускоряет добычу Лука 2.36 тут же была также Анна пророчица дочь Пануилова от колена Сирова достигшей глубокой старости прожив с мужем одевство своего 7 лет ну как понимать одевство это особое толкование вот как значит может она говорить вот этот муж который написал я говорю а другие могут говорить нет такого таланта но относительно вне храма Божия нигде запрета нету нету а почему она говорит этим она побудит и других тем более люди обращаются каются я не говорю в другом месте именно у них там где-то построено место где они занимаются и муж сидит и муж хороший не претендует а он знает Библию да читал но говорит вот так сказать не могу я встречал таких женщин это не зря даже были в России три женщины Екатерины Дведа и Лисовета императрицами были и их поминают больше чем всех царей вместе значит они учили народ и при том учили очень хорошо и строго то есть мое мнение должно подтвердиться Словом Божиим кто она была Фива не пророчица она не проповедовала а что она делала помогала священникам а в чем заключалась подготавливать людей женщин к крещению вот в этом заключалась деканица если в диакона 25-летнего священники 30-летнего не раньше то в диаконисе 40-летнюю и она помазывала елеем такие места которые неудобно было мазать священнику ну что неудобно ну не сзади же он мазал ее значит что-то было такое мы считаем такое в житиях святых он святой человек но когда коснулось ему какое-то место мазать он возгорелся сам огнем и положил свою кисточку заплакал и пошел и вот эти жены были и они нужны но мы не знаем говорила она или нет я отошел так ну тут какие места писания могут смутить все это понятно что запрета нет но есть два места их просто нужно растолковать 1 корида 14-35 если же они хотят чему научиться пусть спрашивают о том дома у мужей своих ибо неприлично жене говорить в церкви то есть здесь речь идет не об учении а если она ничего не знает то и неприличные вопросы задавать когда муж ее дома такой смысл этого места Сергей у нас в собрании Любовь Николаевна иногда говорит не две минуты а больше она считает не поучает и другие сестры когда говорят и в их словах звучит поучительное слово это не запрещали мы никогда мы этим не отталкиваем не уничижаем талант который дан им от Бога но учить типа так уроки у нас никогда женщины не учат только мужчины мы всегда избираем золотую середину и второе место писания тоже в котором говорит пользу мужчин над женщин на обучение а учить жене не позволяю 1 Тимофею 2.12 не властвовать над мужем но быть безмолви то есть здесь тоже речь не об учении об обучении в церкви об отношении мужа и жены дома так да то есть жена не должна мужа получать а тем более если она ввиду у всех это делает то это и есть неприличие более совластью это делает сергий я тут еще хочу добавить как раз к тому что говорю я и хочу сказать должна быть ревность по Богу ревность должна быть у людей я-то тебя понимаю да а когда человек ну как ну ты меня что он ревнует то он учится брат ты же меня ты же меня понимаешь и знаешь а он а он человек даже Библию не прочитал понимаешь что он не прочитал может прочитал но знание он же сказал что не прочитали мы Библию еще ее прочитать Библию это не так долго 96 часов начитанных можно даже прослушать для начала хотя бы хоть знать о чем там речь то идет а то я злой громко сказали ой ты орешь это сказали ой неправильно откуда они все будут вообще хоть что-то знать если не знает человек Библию полностью пока ты не заорешь никто читать не будет все правильно ну а так долго будет это перемалываться я вспоминаю я вспоминаю вот даже брат у нас Игорь Третьяков и мы с ним идем разговариваем в 2002 году он уже в общине 10 лет и вдруг что-то он мне начинает говорить а я вот это ну все почти полностью Библию прочитал я говорю как почти я даже на Спартаке это было на остановке мы с ним ехали на благовестие он говорит а мне про руки не нравится я их не понимаю и я ему ну как говорится по полной программе как брату ставил своему любимому и он только после этого начал читать то же самое с Николаем вот Николай но он не так давно у нас и тоже я с ним имел разговор тоже не читал Верхний Завет понятно все у нас 5 минут еще есть может быть у кого-то вопросы возникли по ходу дискуссии или другие нет вопросов так ну еще давайте почитаем тогда временем 16 глава 7 стих приветствуйте Андролика июню сродников моих и узников со мною прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа толкование что они сродники Павла это составляет не такую похвалу какую составляет то что они узники с ним ибо они пострадали гораздо более всякого узника быв влачимы с места на место и разоряемы важно и то чтобы быть апостолом особенно если взять во внимание что и уния была женщина тем более важно быть славным между апостолами и славились они делами своими не стыдится Павел говорить прежде меня еще уверовали во Христа поставляя им в похвалу что выступили наперед и предвосхитили благо римлянам 16 8 приветствуйте ампилия возлюбленного мне в господи полкованием если за великое почитается быть любимым царем то насколько славнее быть любимым Павлом который любит за добродетель и для Бога римлянам 16 9 приветствуйте Урбана сотрудника нашего во Христе истахия возлюбленного мне это похвала больше предыдущей она даже причина той и содержит ее в себе ибо кто сотрудник тот и возлюбленный и этого венчает тем же римлянам 16 10 приветствуйте апеллеса испытанного во Христе приветствуйте верных из дома арестоволова толкования арестоволова да то есть безукоризненного и беспорочного во всем а некоторые говорят что это сказано в отличие от другого какого-то апеллеса незаслужащего одобрения эти вероятно были не таковы как прежние почему и не упомянул о них по имену римлянам 16 11 приветствуйте иродиона сродника моего приветствуйте из домашних из домашних наркиса тех которые в господи толкования то есть верны римлянам 16 12 приветствуйте трифену и трифосу трудящихся в господи приветствуйте персиду возлюбленную которая много потрудилась о господи толкование а мариам сказал выше в 6 стихе которая много потрудилась а об этих говорит что они еще трудятся великая похвала всегда быть в деле и трудиться это выше упомянутых предсим потому что она не только много потрудилась но и возлюбленная так именует каждого по достоинству одних поощряя больше ревности а других возбуждая к соревнованию аминь давайте мы возбудимся к ревности и соревнованиям мы будем трудиться во славу имени Господа нашего Иисуса Христа аминь занятие закончено молитв помимо воскресенье подсказать честную и славнейшую без сравнения с Иераким безысленная богослово ручную и матерь Бога нашего честнейшую хирург и славнейшую без сравнения Серафим безысленная Бога слава ручную Сущую Богородицу Тебя величаем На, Тихач, молитесь Любящий наш Отец Небесный, сотворивший этот мир и давший нам дыхание Ты до сего сейчас охранил и миловал нас Научи нас ценить это доброе мирное время Благослови нас, чтобы слово, которое мы слышим Притворилось в жизнь, через жизнь нашу Благослови заключенных, убиваемых детей Твоих, отверзи им двери неба Укрепи немощных, болящих, покинутых, одиноких, утеших Твоим присутствием Всех обрати на путь покаяния, чтобы мы жили по Евангелию Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь 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 Спасибо, Христов